Всем привет, меня зовут Шамбо, это прохождение игры Zelda Scrolls 3 Morrowind Прошлая серия неожиданно оборвалась в моих попытках добыть доспехи в форте пёстрой бабочки Так как без доспехов со мной не хочет разговаривать командир этого гарнизона Раиса Пуля, по-моему Далее я вполне успешно записывал без записи серию видео И она заняла ещё где-то часа пол Поэтому придётся всё заново перезаписывать Это очень жаль, конечно В обычных условиях, если бы я играл без записи, я бы отложил Morrowind на недельку, месяцок-другой Потому что я очень-очень не люблю вот так переигрывать всё то, что было уже сыграно до этого Поэтому я безумно люблю такие сохранения по типу Dark Souls Которые сохраняют чуть ли не каждое этого последнее действие Я считаю, что это просто идеально Итак, продолжим В общем, в этом форте нам нигде не достать этих доспехов Торговцы продают только лёгкие доспехи имперского легиона А лёгкие, видимо, не подходят командирам Считают, что мы должны носить что-то потяжелее Поэтому отправляемся в Гнисис И там заберём наши доспехи, которые нам выдавали Они валяются на полу в таверне А в таверне расположена Загрузка области Расположена штаб-квартира легиона Весьма неплохое расположение И солдаты сразу после службы идут выпивать И никогда не опоздают, если забухают в той же таверне Итак, отправимся в Гнисис с помощью сил страйдера Там мы заберём доспехи Вернёмся сюда И услышим историю о группе разведчиков Которые отправились в базу шестого дома И с ними там приключилась беда Поехали в Гнисис В Гнисисе вроде других заданий у меня больше никаких нет А в Гнисисе у меня нет никаких заданий в форте Бабочки мёртвой головы в стене форта этого Потом Здесь нету ни гильдии магов, ни гильдии бойцов Да, вроде заданий никаких нет Отправляемся Так, и здесь у нас внизу Нет, вот тут Что вы говорите? Я бы тебе сказал, уйди с прохода Ну вот, как вот с этим бороться? Всё То есть он нам заблокировал проход Только консоль Замечательно Итак На плечник Вот кераса Нет Это та самая Перская стальная Да, 29 килограмм А забираем И обратно идём в форт Но никак мимо него не пройти То вы говорите Вот ещё один заблокировал дорогу Просто замечательно Так, вот он сел страйдер И обратно Путешествие Альдрон Спасибо Мне специальный тур Не нужен Так, а где здесь Покороче Есть проход Вроде бы К форту Пёстры бабочки По идее Вот он Сейчас прям на форт Смотрю Да, отлично Самый короткий маршрут В этот раз выбрали Повторно Снимать то Что было уже снято На самом деле Не так уж Приятно и удобно За счёт того Что Те эмоции Те слова Уже не повторить Итак Раэса Пули Я ещё не оделся Извини Так, так, так Имперская Стальная кираса Готово Здравствуйте Мерина Литантас Хотите ещё поговорить О базе шестого дома Огнарбок Да Расскажи мне Про базу шестого дома А вернулся Лишь один патрульный Он вскоре умер Сильно обезображенный Корпусом И совершенно безумный В преду он говорил О пещере на берегу Он называл её Илуниби Её нет на наших картах Попробуй расспросить Местных Готово Гонармок Они сразились Со служителями культа И Безобразными Человека-зверьми Я думаю Чудовищами корпуса Они бежали От нападавших Заблудились в пещерах Потом они встретили Получеловека По имени Дагад Гарас Этот Дагад Гарас Перебил остатки патруля Но оставил Живых одного бойца Он сказал патрульному Что его Специально пощадили И теперь он должен Передать остальным Что Спящий просыпается И Шестой дом поднялся И Дагад Урбок А я его священник И все будут Едины с ним Воплоти Патрульный Патрульный Не узнали его Не узнали его Только по одежде И доспехам Капеллан Форта Попробовал Заклятие И снадобье Но не вылечил болезнь Он умер Скоре После того Как дошел до Форта Не думала Что корпус Так быстро Убивает Это конечно Совсем Некрасиво Войска были Потрясены Честно говоря Я и сама Немного Обеспокоена И Лунибе Именно Там Мертвый Именно так Мертвый Солдат Называл Морские Пещеры Где Обнаружил Базу Шестого Дома Ее нет На наших Картах И никто О ней Не слышал Может быть Местные Жители Из Гнар Мок Смогут Тебе Рассказать Где ее Найти Или Может быть Тебе Придется Самому Ее Разыскивать Так Хорошо Мы узнали О том Куда нам Направляться И что Что там Случилось Болезнь Корпус Но у нас Не должны Заразить Мы же Этот Нарварин А Нарварин Вроде По преданиям То ли Неуязвим Для этой Болезни То ли Может ее Перебороть Давайте Посмотрим Какие Здесь Есть Приказы Имперский Легион Где Задание Тут Повышение Вот Приказ Поговори Мэйн Видящий Она Рыцарь В гарнирсе Они Пестрые Бабочки И обычно Можете Найти Внизу Усвятилища Форта Конечно Конечно Хорошо Внизу А где Это Внизу Тут Пожалуйста Все Что Хотите Я Слушаю Пожалуйста Не Загораживай Пароход Это Единственное Что Я Прошу Так Я Люблю Имсин Видящий А Имсин Просто Там Было Мелко Написано Я Прочитал Как Иммайен Ну Возможно Потому Что Это Персонаж Из Балдорс Гейт Вы Здесь Чтобы Рассказать О Джорнисе Доломаксе А Кто Это Такой Приятно Слушать Что С Джорнисом Все В Порядке Вы Заслужили Мою Благодарность Меврин А Наверное Джорнис Это Тот Самый Солдат Легиона Которого Мы Спасли В Одних Из Дейдерических Руин Дейдерических Святилищ Когда Обследовали Мы Однажды Нашли Солдата За Закрытыми Воротами И Он Сказал Что Благодарю Вас За Спасение И Появилось Задание От Имперского Легиона Которое Я Собственно Не Получил Но Видимо Заранее Спасли А Какие У тебя Есть Еще Приказы Мне Нужно Чтобы Ты Принес Мне Знак Девы Изгнаннику Талвани Ворона Нелас Шантажирует Вечного Стража Ворона Нелас Получила Вышитую Перчатку Подаренную Этому Вечному Стражу Знак Любви Если Кто Нибудь Узнает Об Этой Любовной Связи Разразится Ужасный Скандал Отправляйтесь В Асуману На Юго-Западе Альта Рыдани И найдите Эту Перчатку На Юго-Западе Альта Рыдани А мы Там Были Если Вот Эта Ворона Нелас Это Какой-то Персонаж Который На Нас Напал Мы Могли Ее Спокойно И Убить А Если Не Подобрали Перчатку С тела Она Могла И Исчезнуть Поэтому Это Задание Может В принципе Забаговаться И Зависнуть И сражаться Сильнейшими Врагами Но Не Совсем Понимаете Как Выполнять Приказы Нет Нельзя Повышение Хорошо Теперь Теперь Нужно Отправиться Опять же В Гонармок А в Гонармок Можно Попасть Только На Корабле Силд Страйдеры Туда Не Ходят Это Что-то Вроде Островов Блохи Может Бояться Воды Не Знаю Ваши Догадки Почему Силд Страйдеры Не Могут Дойти В Гонармок Пишите В Комментарии Нет Ну Вот Сейчас Тут Отличная Погода В Прошлый Раз Когда Я Недозаписывал Серию Здесь Был Туман Темно Дождь Лякоть Сырость Сейчас Отлично Все Как Нам Попасть В Гонармок На На корабле На корабле Из Хула Это Будет Просто Идеально Зачем Ити Пешком Когда Можем Когда Нельзя Ехать Верхом Можно Плыть На корабле Сельдус Нериндус Сейчас Мы Пребудем Гонармок Кроме Кроме Того В этом Городе У нас Есть Еще Задание От Малаката То Есть Мы Должны Найти Потомка Арейна Медвежьего Когтя И Разобраться С ним Так Что Убьем Двух Зайцев Одним Выстрелом Путешествие В Гонармок Итак А кто В Гонармоке Может Мне Сказать Диарейн В какой Нибудь Наверное Таверне По-любому Слышали Что Он Прибыл Но Если Он Путешествует С Группой Ему В любом Случай Нужно Было Где-то Остановиться Так А где Здесь Таверна Расположена Лачуга 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 Поместь Арнимов Либо Вот Эти Арни Мы Слышали О Отдых Дреуголова Это Как Раз Таки Таверна Направимся Сначала В таверну Узнаем Медвежий Коготь Потому Что В задании Было сказано Что он Направляется В Гонармок А если Он Направляется Не факт Что он Прибыл Сюда Вот Люди Вивики Сообщили Мне Что Фарвин Аррейн Могущественный Боевой Маг И его Почти Всегда Окружает Целая Свита Слуг Однако Сейчас Его Нет В городе Он Придерживается Традиции Рода Аррейн И Сейчас По слухам Направился В Гонармок Вот По дороге Его Искать Выслеживать Я Абсолютно Не горю Желанием Итак Таверна Оставайся Столько Сколько Хочешь Мне Очень Приятно Говорить И Остаться Толком То Негде Что Это За Таверна Два Столика И Все Так Балан Может О Расскажи Про Илуниби Пещеры Илуниби Они Так Называют Старые Маст Пещеры Располагающиеся На Северном Пути Острова Прямо На Вершине Утеса Хартак Не Советую Рыскать Там Это Очень Удобное Место Для Контрабандистов Они Не Любят Незваных Гостей Что Скажешь Про Утес Хартак Утес Хартак Да Это На Западном Побережье Не Так Далеко Отсюда Это Огромный Валун Некоторые Из Орков Считают Его Неживым Знаком Я Не Знаю Ничего Хорошего Из Этого Не Выходит А Зачем Они Прыгают Оттуда Они Сумасшедшие Вроде Хотя Если Они Прыгают Воду Ну Развлекаются Так Может Так А У Тебя Спросим Про Фарвина Рейна Спасибо Пока За Фарвина Рейна Мы Долго Будем Рассказывать О Героических Подвигах Он Прыбыл Сюда Всего День Назад Вместе Со Своими Дрослугами Чтобы Избавить Нас От Хищных Нечи А Сейчас Он Направляется На Юг Города Чтобы Этот Район Снова Стал Безопасным Для Наших Рыбаков Так Он Направляется На Юг Города Безопасным Для Рыбаков То Он Будет С Дреугами Сражаться Или С Рыбами Какими То Хорошо Правда Не Совсем Сейчас Уже Ночь Но В принципе Про Илуниби Я и до Этого Знал Так Как Я Посещал Эти Пещеры И мне Там Надавали Нехило Пепельные Рабы Эти Давайте Еще Спросим В поместье Сальвания Расскажешь Что-нибудь Про Фарвина Рейна Или Про Илуниби Так Рейн Медвежий Коготь У тебя Отдельного Диалога Про него Нет Ну Видимо Ему Не докладывали О его Приходе Про Илуниби Рассказывают То же Самое Давайте Что-ли Не знаю Сойдем Какую-нибудь Лачугу Поспим До утра Так Здесь Кто-нибудь Живет Да Нужно Найти Запертую Лачугу И вломиться В нее Ну Я просто Проверял Мало ли Я до этого Так же Вламывался В какую-нибудь Лачугу Вот Отлично Она Заперта А кто Нас Видит Да Нас Все В принципе Видят Ладно Можно Тогда Просто Подождать А Восемь После Полудня То есть Восемь Вечера Давайте 12 часов Отдохнем До Восьми Утра Будет Светло Хорошо Вот Другое Дело И Отправляемся Тогда На юг Города Вот Куда он мог Отправиться На юг Но Вот эти Острова Хотя Вот здесь Есть Какой-то Мелкий Островок Вот Я его Не Обследовал Давайте Сюда Заглянем А потом Уже По Основному Заданию Так На него Курс Надо Навестись Вот Теперь Просто Идемте Кроме Того Если Он Перемещается Со Свитой Может Сейчас Этот Орейн Медвежий Коготь А Вот Собственно И он Скажу Так Что В прошлом Видео Которое Не записалось У меня У меня Была Проблема Что Я Его Никак Не Мог Найти Я Не Знаю Почему Но Его Не Было Нигде Поблизости Хорошо Сейчас Я Сохранюсь Потому Что Кто Знает Что Случится Но В целом Что Орейн Делает Такого Плохого Вроде Ничего Он Побеждает Вот Мечи Освобождает Территории От Всяких Монстров Помогает Другим Данмерам А мы Должны По Воле Малаката Из-за Того Что Какой То Его Предок Там Мало Ли Что Делал Не Так И Присвоил Чужую Славу Должен Отвечать Его Потомок Я Считаю Что Это Полное Отстой Полное Дерьмо И Я С Этим Не Согласен Потому Что Каждый Отвечает За Себя А Что Делали Твои Предки Ну Ты Какое К этому Отношение Имеешь Ты Абсолютно Непричастен И Невиновен К их Поступкам А Чего Какой Самец Нечего Я Хочу Поговорить Ай Самец Нечего Иди Отсюда Придется Наверное Убрать Тело Становить Магию Да Уберем Тело Чтобы Не Мешалось А Вы Не Можете Убрать Это Тело Ну Просто Замечательно А Как Вот С Этим Данмером Поговорить Или С этим Орком Ладно Уберем Тело Скального Наездника Вот Я Навожусь И Уже Здесь Мне Показывается Выбор Самца Нечи Вот Как С вами Заговорить Я Могу Конечно Напасть Но Блин Да Вот Отойди Сюда Отлично Порви Нарейн Ты Красавчик Мне Все Хорошо Спасибо Чем Могу Вам Помочь Ты Знаешь Что Нибудь Про Харага Грухара Кто О О О Не Думаю Что Знаю Хорошо Все Это Правда Думаете Легко Жить С Такой Репутацией Как У Моей Семьи Все Что Чего Большего Видите Конечно Всего Есть Свои Преимущества Все Общая Любовь Имперская Стипендия Так Почему Вы Искали Я Предлагаю Сначала Все Все Выполнить Посмотреть Тот Шлем Который Дадут Но У меня Было Сохранение Я Против Такого Поступка По Велению Малаката Я Собираюсь Прекратить Эту Ложь Что Ж Как Будет Вам Угодно Стража Убить Ну Никаких Проблем Ни ты Ни Стража Не Доставите Мне Кстати Он У нас Одного Удара Умник Был Дополнен Мне Удалось Убить Фарвина Рейна Он Был Как Предполагалось Невероятно Слаб Учитывая Что Один Из Выдающейся Семейки Однако Его Сторажи Были Действительно Опасны И Как Теперь Его Выделить Вот Рейни Снотра Хорошо Но Я Хочу Все Таки Выделить Фарвина Рейна Кус Паука Может У него Там Было Что То Важно Опять же Неон Вот Я смотрю На ноги Фарвина Рейна Выдели Пожалуйста Его Самец Неч Ну Что За Дела Ладно Как Бы Отправиться К Светилищу Малакаты Где Оно Во-первых Находится Вот Вопрос Оно Вроде Где-то На этих Островах Но Вот Где Кроме Того Мне Туда Будет Очень Сложно Добраться Давайте Я Загружусь Я Попробую Другой С ним Диалог Сейчас Провести Потому Что Ну Я Действительно Не Хочу Убивать Его Ну Что Он Даже Если Будучи Сам Слабым Не Обладая Какими-то Выдающимися Способностями У него Есть Возможность За счет Своей Славы Известности Нанять Тех Слух И Вместе С ними Вот Побеждать Сяких Неч Скальных Наездников Вот Сейчас Как Понимание Направляются В Шурин Бал Эта Пещера Где Живут Кто Скоро Ты Умрешь Вот Где Живут Какие-то Бандиты А Почему Я Тут Не Был До Свидания Интересно Обследуем Чуть Позже Пещеру Сейчас Надо Принять Решение Еще Бон Вышел Сюда На Центр Обратно Уйди Отсюда Может С вами Можно Поговорить И Благословение Сэра Не С ними Только Про Рота Морен Чем Могу Помочь Тоже Нельзя Поговорить Может Я тут На тебя Нацелюсь Мой Самый Великий Предок Отец Отца Моего Отца Благодаря Ему Зародилась Традиция Рейна Помогать Беспомощно Нет Нет Я пока Не буду Решать Его Судьбу Но Даже Будучи Он Слабым Он Действительно Помогает Вот Убивает Тут Нечий Очищает Пещеры Которую Я сейчас Сам Зачищу Просто Потому Что Я ее Ранее Не исследовал Ты Дерешься Да Выхода Нет Да Выхода Нет Ну то есть Он Не делает Ничего Такого Плохого Ну да Он может Себе Забирать Эту Славу Но По факту Какая Разница То есть Без него Это Никто Бо Другой Не делал Те же Наемники Которые Сейчас С ним Путешествуют Они Бы Выполняли Другую Работу За которую Им Заплатили И не Факт Чтобы Им Заплатили За что То Полезное То есть Я В целом Сейчас Клоняюсь К тому Чтобы Его В принципе Не трогать Откройтесь Ворота Кстати А вот Эта Бандитка Наносит Имперскую Броню Неужели Она Беглый Легионер Какой-нибудь Или Просто Она Убила Легионера И забрала Эту броню Хватит Вертеться От меня Как бы Тебе Сложно Попасть Ладно Мастеру Воротов Тебе Конец Японис Винептер Дорогая Рубашка Имперская Стальная Кираса По всей Видимости Она Действительно Раньше Была Легионером Либо Сняла Действительно Доспехи С Убитого Ею Легионера Или Убитого Бандой Да-да Мне Не Уйти А никуда Уходить Не Собираюсь Умри Сволочь Выхода Нет Все готово То есть Фарвин Арейн Хотел Сейчас Разобраться С вот Этими Бандитами Или Контрабандистами Ну вот Тут Сложно Понять Что у них Контрабанда Или что Хотя Вот Орехалковый Слиток Опять же Орехалковый Слиток Да То есть Скорее всего Они Занимались Какой-нибудь Контрабандой И продавали Такие Товары Которые Необходимы Для изготовления Вещей Пометка На себя Неплохо Поэтому Сейчас Отправимся В Илунибе Вот В Илунибе Там Действительно Затаилось Зло Эти пепельные Безумные Слуги Шестой дом Прочая гадость Вот с ними Можно расправиться А с Арейном Я не знаю Я тогда После записи Этой серии Посмотрю Предыдущую Где находилось Святилище Малаката Чтобы знать И В следующий раз Мы Соответственно Выполним Волю Малаката И посмотрим Что он за награду Дает Ну просто Чтобы знать А так Я хочу Действительно Отказаться От его задания Пошел Ко этот Малакат Куда подальше Вот он Особо Ничем Не помогает Ну да Присвоил Он Славу Орка И что Его предок Что в этом Такого Мне кажется Или скальные Скальные наездники Все Все Больше По размерам Становится Готово Да нет В воздухе Он просто Огромный Итак Пещера Илуниби Постов Святого Начинается Моя месть Кто меня Такой Уйди Фуражер Так Куда нам Ити Сейчас Перекресток Хребет Марувака Пятнистый Тростник Предлагаю Пойти В хребет Марувака Например Конечно Полностью Обследовать Все пути Можно Сейчас Пепельный Раб Вот он Слепой Как я понимаю Или нет Потому что Он слишком Долго Как-то Сидел Тупил Но скорее Всего Он уже Теряет Злеяние Потому что В дальнейших Мутациях У них То ли Глаза В один Сливаются То ли Вырастает Один Огромный Глаз Как у Циклопа Сейчас Мы найдем Других Подверженных Заболеваниям Вот Раб Пепла Нет Это еще Нормально Да ладно У тебя Одна Единица Здоровья Осталась Так Пятнистый Тростник Ну ладно Пойдемте В этот Тростник Посмотрим Что здесь Вот На нас Уже Бежит Слоник А что Он на меня Наложил Обозу Какую Ай Нехило Так Ты Мое Здоровье Пожираешь Становить Запасил 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 А где Здоровье Запасил Вот Здоровье Отлично Это Сильное Зелье Какое Потому что Слабое Мне не Поможет Ну да 14 Пунктов Это Отличное Зелье Что за Заклинание Тяжелое Ранение Отнять 48 Пунктов Здоровья Почему я Торможу На месте Я Застрял Где-то Или Что Я Понять Это Не могу Отлично Фаралич И Сейчас Добьем Ах Чертов Столок Тит Столок Мит Я Застрял За Него Как Раз Победа Пророк Пепла Это Был Дейдрический Паук Вот Что Ты Тут Делаешь Вопрос Они Тут Еще Дейдра Решили Призвать Себе В помощь Такое Чувство Что Меня Сзади Кто-то Бьет А Да Стреляет Еще Один А Вот Это Уже Слоник То Есть У них Там Что-то Вроде Глаза Растет Из Которого Потом Растет Хобот Упырь Шестого Дома Вот Упыря Шестого Дома Мне Очень Нравится Вот Эта Роба Она Тоже Классно Выглядит Конечно Не Лучше Нашей Просто Невероятно Четкой Но Все Мне Нравится За счет Того Что Цвета Черный Красный Это Великолепное Сочетание Так Откуда Ты Прибежал И зачем Подъем Там Ничего Нету Ух Куда Я Провалился Сквозь Текстуры Возлетаем Нашел Дырку В текстурах И свалился Туда Здорово Слоник Безумная Пипельная Упырь Ну конечно Когда у тебя Из глаза Начнет Расти Хобот Любой С ума Сойдет Опять Хребет Марувака А нет Это как раз Ведет Хребет Марувак Можно с этой Стороны Зайти Так а что Было На прошлом Повороте Мы пошли В эту Сторону Есть путь Влево Есть путь Вперед Нет В пути Влево Нет Здесь Около Костр Сидел Дейдерический Паук Может Жарил Каких Мух Жуков Так Еще Один Пепельный Слоник Ай Ты Мастер Ближнего Боя Ну-ка Самые Жесткие Соперники Это Мастера Ближнего Боя Потому что Они могут Снести Всю Выносливость И потом Тебя Добить Как Тряпку Пупырь Шестого Дома Опять же Стрелы Я бы Конечно Хотел Еще Отдельно Запилить Прохождение Морровинда Как Боец Ближнего Боя На кулаках Лучник Маг Но это Столько Времени Займет И неизвестно Когда Будет Так Ребята Марувак Отправляемся Кто Это Это Пока Сомасходящий Данбер Который Сидел У костра Возможно Ожарил Крыс Но Зачем Им Еще Костер Они Сидят Черное Сердце Черное Сердце Мне кажется Это Центральная Вообще Локация Этой Пещеры Луни Би Будет Да 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 Мне Конечно Конец От Ваших Дубин Мертвый Авантюрист А может Это Не Авантюрист А как Раз Из Имперского Леги Нет Легионеры Был Либо Одеты Соответственно По Форме Купырь До Свидания Ты Падает Уже Какой Устойчивый Упырь Здесь же Опять же Ничего Нет А если Сюда Дальше Пройти Наверное Я сейчас Выйду К входу В Остов Святого Да Ладно Откуда Здесь Темный Соблазнитель А ну Попади Мой Камень Душ Камень Душ Не знаю Попала Она Или Нет У меня Сейчас Гораздо Больше Проблем Так Четыре Пять Не помню А так Зевела Пророк Пепла Темный Соблазнитель Зевела И темный Соблазнитель Ну Наверное Я пленил Все же Ее Душ Потому Что Невать Может Еще Зачаруем В любом Случае Такие Огромные Души Нам Понадобятся Пятнистый Тростник Там Я Уже Все Обследовал А это Проход Наверное К Остову Святого Сейчас Глянем По карте До Остов Святого То есть Нам Осталось Только Заглянуть В Черное Сердце Где Будет Сидеть До Год Гораз Год Гораз Наверное Вот Глядит Как И летит Ну То есть С такими Как Сказать С Несколькими Хоботами Которые Вылезли Уже Из Головы По Сему Лицу Отправляемся Да Тут Свечки Ему Везде По Наставили Костер Горит Надо Сохраниться Потому Что Я Не знаю Может Он Невероятно Силен Быть Он Называет Конечно Себя Священником До До Гот Ура Но Кто Знает Это Ты Так Сменить Надо Оружие Потому Что Мало Ли Так Легочный Мор Но Это Я Вылечу Не Страшен Здорово Слоник Это Был До Гот Гар Куда Он Делся Я Его Жег На Атом Поднявшийся Спящий У Него Нету Ничего Когда Гот Гар С Где Так Там Еще Один Непонятно Кто Ходит Пойдем Т А Нет Это Скелет Просто Был Какой Упорный Скелет Может Мой Крик Спас Всю Ситуацию Так Еще Один Летит Готово У У них Такие Маленькие Ручки Я Только Что Заметил И Они Как-то Неожиданно Все Испаряются Поднявшись Спящ Нет Да Гот Горез Где-то Будет Еще Наверное Вот Дал Нет Это Этот Отронах Огненный С Огненным Отронахом Мой Клинок Этот Не Поможет Иди К Сюда Ай какой же ты яркий но скорее всего он там наверху будет так что у нас здесь здесь ничего тут тоже ничего еще один слоник пепельный пророк ай вы вставить стань 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 ух ты что это он за заклинание на меня такой наложил легочный мор аниме я пепельное дыхание пепельное дыхание 600 пунктов это он мне зажал всю выносливость еще пепельное дыхание 35 пунктов мне срочно нужно восстановить здоровье опять же пепельное дыхание обаляюсь так надо срочно его кто-то одолеть я теряю здоровье да еще один удар и я умру еще одно зелье отлично как же моя кота на меня сейчас спасла я захватил его душ стоп а что я валяюсь жрец пепла не необычайно сильно простой кольцо но супер они остались еще зелья лечения восстановить маги восстановить магию бренди нет нужно будет снова наварить потому что вот а зелье и восстановление выносливости у меня просто тьма а восстановление здоровья все кончились как-то они не вовремя правда закончились ты давайте вылечимся а легочный мор уже два пункта надо лечиться думаю это обычная болезнь потому что она мало отнимает нет это видимо моровая слезы вивика давайте восстанавливать магию смысле мне не хватает энергии а сотню требует слезы вивика какая школа восстановление а навык восстановления у меня сколько пятьдесят восемь и удается крайне редко отлично вылечили все замечательно еще сразу установим интеллект ловкость вот интеллект 68 у нас ловкость было 99 нет 102 за счет увеличения характеристик от предметов восстановление теперь 59 и какой шанс на слезы вивика теперь шанс 0 процент это потому что маги не хватает 44 это очень очень сильное заклинание которое требует очень много магии расхода манны и очень сложно его прочитать ладно идемте до готовым гарресу гарресу но это будет скорее всего бой прост а нет еще глубже хрип души так это уже уродцы пепельные пошли ай это на жизнь конечно их искорежил и как понимаю вот это это уже не дан мир а не имперец наверное или какой-либо другой человек хотя может и мер тот же босс мир но их просто разносит жесть как так есть путь сюда есть завела и тут который пойдет мне в камень душ который призвал еще в меня клан фира отлично захватили душу циклоп циклоп убит который сидел здесь у костра а у меня есть заряды моем топоре да давайте лучше его снаряжу конечно с ним редко попадаю но все же так что ухты хотя это не так сложено не очень внезапно возник как же я плохо попадаю стопору нужно просто покупать навык и навыки секир а чё там светится так вот эта штука типа как идола а вот за ним стоит а нет это обычный слоник ну давайте слоника этого победим так куда я делся а это был так вот горы с шестой дом приветствует тебя лорд нервар или меври на литандас как ты сам себя называешь и я известен как дагод гарес священник храма элу ниби и главный над слугами шестого дома мой господин дага турель свистил меня о твоем приходе и я надеюсь что в этот раз ты пришел сохранить дружбу твоего господина а не предать ее хорошо а что ты скажешь мне про шестой дом шестой дом не погиб он только спал теперь он просыпается после долгого сна и вместе со своим повелителем дага туром выступает вперед чтобы освободить мору винт от чужеземных правителей и ложных богов когда земля будет очищена от неверных друзей и жадных воров дети у элота снова вырастет цветущий сад в этой засыпанный пеплом пустыне а что за храм вы здесь построили храм элу ниби небольшое тихое пристанище для слуг шестого дома где они размышляют о жизни и набираются мудрости в соответствии с волей лорда дагода а здесь мы разделяем таинство плоти и крови и зрим видение нашего лорда это и другие небольшие святилища повсюду скрыт от любопытных глаз но самые самые великие храмы шестого дома находится на склонах красной горы в цитадели нашего лорда его близких а что скажешь про дага тура дага туру пробудившийся лорд шестого дома чьей целью является свержение ложных богов избавление земле чужеземцев и восстановление древней славы мору винда он призывает вас к красной горе во имя вашей былой дружбы он даст вам власти наставление и если вы поклянетесь своей верности ему путь красной горе не близки и очень опасно но если вы достойны вы обретете там мудрость верного друга и силу силу которая будет вам нужна чтобы изменить весь мир а что вы заслуги просим простить нас за столь невежественное приветствие до тех пор пока вы не представитесь мы должны считать вас своим врагом спящие видящие только недавно прибыли к лорду дага ту еще не были благословлены его силой но как дети плоти его они читают глубоко сердце в его тайн их тела наполняется славой и плодоносят таинствами праздников нашего лорда а мы мы лишь самый ничтожный из его слуг так как поэты праха поднявшиеся спящие и пепельные вампиры находятся намного выше нас благодати лорда почему я должен быть вашим врагом лорда год предпочитает иметь вас на своей стороне но пока вы сами не проявите покорность слуги шестого дома будут относиться к вам как к врагу и пытаться вас уничтожить и если вы хотите стать нашим другом вы должны отправиться к лорду дагад его цитадель на красной горе и поговорить с ним а что значит дружба вашего лорда лорд дагад передал мне эти слова чтобы я сказал их тебе так что ты сможешь их обдумать когда-то мы были друзьями и братьями лорд нервар в мире и войне и под красной горой ты нанес мне удар хотя я хранял сокровища которые ты просил меня охранять но памятая в нашей старой дружбе и я прошу тебя и ты будешь близок ко мне у меня на службе мой лорд дагадур приглашает тебя прийти красной горе ради дружбы и славы которые вы когда-то делили он наградит тебя силы и сделай тебя своим советником если ты захочешь возродить эту дружбу и я не твой лорд дагад хотя я бы тоже сказал тебе придешь ли ты с оружием чтобы сокрушить меня или уберешь ты оружие чтобы присоединиться ко мне вот здесь вот вопрос а возможно ли в принципе разветвление сюжета на хорошую официально хорошую но положительную сторону то есть за тот же трибунал за живущих людей или присоединиться к этим упырям давайте попробуем убрать оружие может это как-то но поможет там допустим я убираю ружь ты атакуешь меня погоди-ка надо сохраниться выйти сюда сохранилась то он на меня бежит явно с недобрыми намерений но раз ты не оставляешь мне выбора ты должен наверно умереть ух ты какой-то здоровых а уже на пороге смерти дагад гарес улыбается и проклинает вас именно так желал мой господин мой повелитель ты придешь к нему его плоти и у его плоти так а что значила его это последняя фраза черт подери корпус окей слезы вивика конечно не удалось так а что ты при себе имел дагад гарес сердце упыря но нет мне это не надо амлет шестого дома давайте возьмем мало ли он понадобится каю касадосу ну для исследования каких-нибудь посланий шестого дома прочитаем а что-то здесь прятал нет это не ломается это видимо алтарь так 3 2 то есть они в форме какой-то пентаграммы тут расположены хотя нет стоп с этой стороны 3 с 6 гексограмма значит так стеклянные сапоги вот это уже хорошо просто ему лет простое кольцо простая рубаха вообще до год гораздо был простым парнем стеной левый наплечник пояс штаны железные танта еще одином или 6 дома еще штаны железные ростовый щит колокольный молот 6 дома вот я не знаю давайте попробуем еще раз сыграть я уже пробовал но это не так не работает колокольный молот берем вот так этот колокольный молот выглядит если конечно не сливается здесь с фоном и так вот при ударе по колоколу он ничего не дает нет я не знаю может действительно потом по заданию нужно будет когда-нибудь какую-то мелодию сыграть но какую я не берусь предположить можете по как мистер пропер веселей мы так призовем дага тура опять стал актив ухты а тут можно выйти на поверхность хотя вряд ли нет я сомневаюсь оттуда запрыгивать ванновь не рискну так что у нас здесь зелье падения ремонтный молоток посох зелье света и свиток нет ничего из этого нам не надо давайте прочитаем послание дяну так приказ благородную казнь опять же он раппорт семь видений чего на радара не знакомится вот послание дага тура лорд нарывары дарина раздали мой господин друг испуг когда-то мы были друзьями братьями лорд нарывар в мире войне никто не служил вам лучше никто не был так вам при этом все что я делал я делал по вашей воле ущерб мне и моей честь и все же в шахтах красной горы вы сразили меня когда я хранял сокровища хотя именно вы заставили меня дать клятву защищать их жестокий удар горькое предательство с вашей стороны но помни о нашей старой дружбе я мог бы простить вас и снова вознести вас шестой дом не умер он просто спал теперь пора очнуться от долгого сна и освободить морумин от чужеземных правителей лицемерных духовников когда наша страна будет очищена от лживых друзей и жадных воров и тело это разобьют новый сад изобилия в этой пустыне вернитесь красной горе друг мой ради братства и чести что объединяло нас когда-то я дам вам былую власть если только вы поклянетесь быть неверным другом путь красной горе не близок и опасен но если вы достойны вы обретете мудрость верного друга и власть достаточную для того чтобы править миром как всегда ваш смиренный слуга верный друг лорд воли на год ну так-то по легендам каких-то рассказывается что это как раз сотосилам алексей вивик убили лорда нарывара а дага тур якобы был его сторонником в общем это очень запутанная ситуация и скорее всего так оно и было но то что делает дага тур то есть он вот обращает других данмеров в своих упырей своих слоников там это явно умная хрень то есть да хорошо они захватят муровинд но что дальше ну допустим он вернется к власти точнее я в моем лице я стану лордом нарываром вернул свою власть он будет моим союзником будем вместе с ним править муровиндом но за такой акт то есть выдворить всех иностранных вторженцев послать империю куда подальше явно нас по головке империя не погладят и соответственно будет новая война и не факт что мы победим а костоп святого мне просто по прямой нужно двигаться на выход кроме того это обращение данмеров не пойми кого это тоже какая-то полная ерунда потому что его люди теряют разум но не то что его люди а его народ теряет разум становится уродцами сходит с ума превращается в чудовище ну да это все для достижения цели но блин то слишком как это жестко а костоп святого теперь куда мне сейчас сходим каю касадосу и передадим ему все что узнали о этом доме так вылечься в смысле а это корпус не лечит это очень-очень плохо это я бы сказал отвратительно как мне теперь вылечиться так как статья я теперь выгляжу как-то иначе там а то говорили что на роста на кожи там и все такое так смотрим да нет вроде обычно но корпус не сразу проявляется же замечательные еще ходил в имперской керась просто великолепно повернуть вроде сюда идемте на выход пока рейна медвежьего когти точнее фарвина рейна я трогать не буду это будет отдельное следующее видео сперва я посмотрю найду где молокат а сейчас мы поставим во первых пометку около фарвина рейна чтобы к нему можно было быстро вернуться мы пристально наблюдаем за тобой не время ли тандас увидим тебя как ты просыпаешься и как ты спишь окей ну раз он на нас не нападает пусть стоит хотя он нету напасен признал он сейчас ничего не делает такого но спустя пару дней он может также нападать на жителей и если вы сейчас не устранить мы просто закрываем глаза на его все будущие преступления поэтому нужно нужно сразу искоренять так мне нужно попасть в балмору чтобы попасть балмору не нужно попасть в альдрун чтобы попасть в альдрун мне нужно по вас хул соответственно отсюда нужно отплыть на первонаперво еще поставить пометку где там стоит фарвина рейн здрасте нас уже поджидает скальный наездник так он где-то тут на юге был или не здесь что он был на каких-то островах вроде то я не в ту сторону он отправился помню нет не здесь как я его находил и где его находил я сейчас запутаюсь как его не заснятые мною серию вроде бы вот тут он где-то должен был быть так нет здесь ничь вполне здоровый или жирный летает так что за тела я потерял фарвина рейн так здесь опять же ничь здоровый и жирный летает он же на юге от города значит где-то тут то все вижу наконец-то убитого ничи ставим здесь пометку прям около него вот тут и плывем в хулу из хула отправимся куда отправить с хула отправить его альдруны за альдруна в балмор хотя если из хула можно сразу балмору править почему бы и нет лачуги кто за нами гоняется вечно кто это тут упал карцеры а тут уже двое на дни а тебе комфортно анголос решили искупаться но почему нет тут у них явно не ванная ничего такого нет никаких удобств и не души мы отправились в решку поплавать мне пожалуйста до хула вот тебе 29 драйков могу я что-нибудь для тебя могла бы сделать но к сожалению в балмору на лодке не приплыть кстати я вот здесь остров не осмотрел оказывается она когда-нибудь еще глянем я думаю в районе хула и в принципе в этих землях мы будем еще кроме того вот эти светлые точки на уровне моря но такие светлые участки мне кажется там тоже могут быть острова или пещеры но все это плавать я не хочу путешествие у тебя корпус чужеземец это смертельный приговор но невозможно вылечить держись подальше от меня чем дальше тем лучше а теперь к нам будут все отвратительно относиться так это очень плохо нам нужно лечить как можно скорее корпус куда отправиться альдрун или гнис альдрун из гнисиса мне кажется я не дойду до балмора упс у меня микрофон куда-то упал так теперь гильдию магов и телепортируемся в балмору надеюсь гильдии магов на меня не будут орать что не подходи ко мне ты заражен корпусом сгинь а нет они помогать мне хотят это хорошо это идея а все запутался за лестнице да им в гильдии магов вообще параллельный корпус не корпус все равно давай деньги мы тебя отправим куда угодно где возможно они просто привыкли иметь дела с всякими магическими существами думают мало ли меня перекосило просто так так дея интересно как теперь кайкасадоса отреагирует на наше преображение хотя за это время я вроде как а внешне не исказил синеграма вы достойны моего внимания можете говорить а пожалуйста отойди от меня так здесь ночь опять же ну что кайк готов меня увидеть во что я превратился из-за твоих заданий вы здесь чтобы обсудить распоряжение мейврина или тандас или вам что-то еще нужно теперь когда дагад гарас мертв цветы не шестого дома больше не представляют угрозы ты более чем заслужила свое продвижение до ранга путника я очень обеспокоен тем что ты заболел корпусом и по этому поводу у меня и есть хорошие новости я тут просил своих шпионов как лучше вылечиться если ты вдруг подходишь какую-нибудь дрянь во время выполнения заданий быстро иди сказал мне что лучший шанс вылечиться дивайт фир древний волшебник тылвани содержащий корпус ариум для жертв этой болезни вот возьми это двемерские артефакты тысячу дрейков отправляйся в тельфир дивайту фиру понравится двемерский артефакт это подарок он может немного смягчить его позицию и золото разумеется на представительские расходы и вот тебе парочка зелий левитации в башнях тылвани они тебе очень пригодятся потому что волшебники не пользуются лестницами он так что шевелись и вылечись от этого мора а потом возвращаясь обратно я думаю что знаю как достать утраченные пророчества который просила небо не мисс я заболел корпусом а что ты по этому поводу скажешь у тебя болезнь корпус это редкая болезнь который обычно сводит жертву с ума и вызывает ужасные бесформенные наросты на теле я не знаю не так много я проверю свои источники посмотрю как ее вылечить со временем мы обсудим твои предписания а кто такой быстрый эдди нет тема также быстрый эдди также иди крыса непростой тип бывший волшебник тылвани который пришел на сторону империи присоединился гильдии магов и надежная личность конечно но бесценный источник информации великом доме тылвани у него небольшой домик здесь балморе тот что за корпус ариум корпус ариум это место куда храм направляет жертвы корпуса корпус ариум находится польта эльфиром башни тылванийского волшебника девайта фира быстро иди сказал мне что это за место это чудное местечко полное обреченных психов жирными телами тебе понравится кто такой тельфи где тельфир находится тельфир башня девайта фира находится на юго-западе осадрит мора на острове юго-западной части залива зафир бел здесь давай отмечу это место на твоей карте там есть док но переправа не работает поэтому тебе нужно будет идти по воде или плыть от садрит мора воспользуйся услугами приводника гильдии в гильдии магов балмора чтобы попасть садрит мора найди в волварен холли гильдии бойцов и спроси разведчика сандрит и рати чтобы она детально рассказал тебе как добраться до тельфир а что про девайта мне фира расскажешь чему он какой-то с твоих слов странный так а где про него диалог тельфир тельфир или про него вообще нет нет про девайта фира он мне ничего не говорит хорошо болезнь корпус тельфир вылечится утро и двемерский артефакт а что за артефакт который ты мне передаешь быстро еди говорит что девайта фир собирает артефакты двемеров на я знаю что это измена торговать двемерскими артефактами но и беспокойся об этом я имперский мастер-шпион помнишь не да это стоит целого состояния но ты его заслуживаешь немного мелочи на расходы и как раз вовремя удачи про утраченное пророчество что-нибудь новое узнал меня хромила говорит что у жрецов-отступников есть записи пророчество лорде нервари и у нее есть идея как мы можем на них взглянуть но это нужно сделать все после того как мы вылечимся поэтому на текущий момент давайте остановимся возможно в последний раз посмотрим на наше необезображенное корпусом лицо кроме того а у меня перегрузках раз из-за этого из-за того что я снял свою маску сил так встанем рядом с каим касадосом снимем шапку и остановимся на сегодня карту иди итак спасибо всем за просмотр если вам понравилось ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на канал никогда не покупайте youtube премиум лучше покормить и бездомного котика всем спасибо всем пока